Компания Радострой, приветствуем подписчиков. Сегодня поехали по объектам, проедемся. Пару объектов у нас идет одновременно. Поснимаем по отоплению. Объект у нас один закончился. А сегодня заезжаем на объект, делаем септик. Как раз хотел вот еще очередной, снять небольшой репортаж про септик из бетонных колец. У нас потому что, ну, когда люди звонят, там, а вы ставите септик из бетонных колец? Я часто говорю, нет, ребят, мы не ставим септик из бетонных колец, потому что, ну, потому что я уже об этом много раз говорил, с ним много разных, там, проблем возникает с этим септиком. И вот хотя люди на меня там ругаются, меня обвиняют в том, что я маркетингом занимаюсь, там, продаю пластиковые септики, но, ребят, дело в том, что я езжу по объектам и часто вот именно вижу такую картину. То есть я не специально это придумал. То есть я приезжаю, и люди вынуждены вот это все закапывать в хозяйство и ставить новый септик. Давайте посмотрим вот этот новый септик из бетонных колец. Тут у нас Малаховка, дачный поселок, деревенский под Москвой. Здесь, в принципе, хорошая дача, еще такие времен СССР, военным давали, ФСБшникам. Вот, и здесь вот порядка пяти лет назад люди установили септик из бетонных колец. Хотя, кстати, обращаю внимание тех же, кто устанавливал такие септики. Некоторые говорят, ну, если глина, то, конечно, проблема, а если песок, то вода будет уходить. Вот как раз ситуация такая, что здесь песок, септик вот установили здесь из бетонных колец. Вот грунтовый, грунт песчаный, грунт выкопали, положили рядом. До сих пор он лежит. Сейчас начинаем монтаж. Трактор пригнали. Ну, вот за пять лет во что он превратился. Септик. Вода не уходит здесь вообще никак. Все плавает сверху. Что в первом колодце, что во втором. Более того, здесь высокие грунтовые воды. И даже если септик откачивает, вода все равно не стоит на одном уровне. А, соответственно, в межсезонье, по весне, когда грунтовые воды выполняют сталыми водами, здесь вот это вот все хозяйство выливается вот так вокруг и заполняет вот это пространство вместе с этой водой, которая источная там скопилась. И, пожалуйста, вот прошло пять лет, хотя здесь песчаные грунты, водоносы песчаные, все равно это все зажирилось, заилилось. Ну, там можно посмотреть на стенки этого септика. Вон, там слой жира такого серого. Он просто заклеивает стенки, и вода перестает уходить. Вот она, выгребная яма, так называемая, классическая. Поэтому человек тут мучился-мучился, раз в неделю все это откачивал, чтобы просто продолжать пользоваться канализацией. И в итоге пришел к выводу ставить станцию, и станцию посмотрел как раз YouTube. Понравился мой Оникс, станция, которую мы ставим, достаточно простые, надежные. Сейчас будем эту станцию, ну, и устанавливать. Уже станция привезли. Люди просили про Оникс рассказать подробно. Я сейчас прям сильно подробно рассказывать не буду. Заглянем внутрь, посмотрим. Здесь приемная камера, четыре камеры. Точнее, извиняюсь, три камеры. Одна большая, кстати говоря, тоже правильное решение, приемная. Потому что, например, септики типа Левролос и многие другие делают четыре камеры. Я вот лично не понимаю, и конструкторы не понимают, зачем. Потому что здесь сделано как раз грамотно. Видите, первая камера, куда поступают стоки. Вот они, первая камера. Она сделана ровно в половину септика. Вот эта приемная камера. И это очень правильное решение, потому что как раз нагрузку по стокам в основном несет первая камера септика. И один из основных вопросов по таким септикам, как часто мне нужно откачивать. Ну и вот здесь сделана половина объема септика. Сделана камера, которая падает в твердой примеси. И она, как видно, половина септика занимает, поэтому она не разделена пополам. Поэтому откачивать надо будет в два раза меньше. В два раза реже. Дальше здесь через успокоитель такой. Там вода поднимается снизу. Она не переливается сразу. Там вот эти примеси, которые здесь плавают, жир не выпадает сразу во вторую камеру. Они нормализуются. То есть часть опускается вниз, часть плавает сверху. И с середины вот этой камеры получается водичка поднимается и впадает в третью камеру, в которой находится уже так называемый биореактор. здесь происходит накопление бактериального слоя. Я уже показывал в одном из видео, почему, допустим, плохо работает септик, где бактериальные вот эти вот сетки или биореакторы находятся сверху. Потому что не хватает септику времени, чтобы смочить этот слой бактериальный. И они могут вымирать бактерии, создавая запах и плохое качество очистки септика. Здесь правильно сделано. Ребята правильно сделали конструкционно. Биореакторы находятся в воде. Ну, а бактерии, они как рыбы. То есть они должны всегда находиться в воде, чтобы хорошо работать, хорошо жизнедеятельно создать, соответственно, очистку септика. Поэтому здесь правильно сделано. Биореакторы находятся в воде. Бактерии живут в воде. И вот через это зонтик происходит орошение. Людям также нравится в Ониксе то, что конструкция простая этого септика. Здесь нет аэратора. Аэратор в комплекте с компрессором достаточно недешевая часть. Сами септики с аэратором стоят дороже. Компрессоры замена осуществляются тоже периодически стоят достаточно дорого. Не все хотят сталкиваться с этим ремонтом и заменами. Поэтому вот Евролос, например, предлагает такую неплохую альтернативу аэрационным септикам. Септик с орошением с помощью дренажного насоса. Здесь в комплекте с этим септиком идет два дренажных насоса. Один из них откачивает воду. Но в данном септике будет самотечная система. Диман, самотечная система будет, да, Да. Самотечный септик? Нет. Или принудительная откачка. А принудительная будет. Бывают самотечные варианты. Бывают самотечные, да. В данном случае здесь будет два дренажных насоса. Один будет вот на орошении работать. По таймеру включаться раз в час в 15 минут. Поднимать ил активный со дна. Этот ил будет попадать на биореактор. Здесь тоже будет происходить дополнительное заращивание биомассы активной, которая будет чистить воду. И, соответственно, обогащать все это кислородом. И вот еще решение, которое нам очень нравится и очень удобно. это выносной пункт крепления клемм насоса. То есть вот этот скворечник, как называемый, ставится на улице. Если вдруг, не дай бог, у вас насос, который работает на орошении или на дренаж вышел из строя, то не составляет труда здесь, в эти клеммы купить насос на любом строительном рынке, который стоит там 3-4 тысячи, опустить новый насос сюда в септик и через клеммы подключить на улице, не залезая в септик, этот провод. Вот, не надо там делать термоусадки, не надо резать кабеля, то есть просто берем, просовываем кабель насоса и здесь его на клеммы сажаем. Очень удобно и чисто получается сочетить замену, ремонт насоса. Нет никаких дорогих частей, которые могут ломаться. Сюда устанавливается насос для откачки септика и насос один ставится туда для орошения септика. Насос стоит в коробке, что тоже очень хорошо, потому что мы раньше сталкивались в других моделях септика, то что насос может запутываться там какие-то провода, либо в сторону куда-то отъезжает, поплавок там работает некорректно. Здесь насос стоит в определенном месте, достаточно жестко установлен, никуда не плавает, очень удобно. Поэтому да, может быть стоит чуть дороже, чем септика из бетонных колец. Но только что я продемонстрировал, показал, во что он превращается. Через пять лет буквально пользования. Ну и еще вопрос экологии никто же не обсуждает. Рядом возможно соседи колодец находятся, либо просто люди где-то берут воду из поверхностных слоев. И соответственно мы ее тут в таком варианте сильно загаживаем, что тоже неправильно на мой взгляд. Поэтому работы начались у нас. Мы сейчас будем готовить котлован под септик. Ребят делают уже траншею под трубы. Поэтому работа полным ходом идет. Если что обращайтесь, будем рады проконсультировать. Компания Рады Строй. Всех благ.